В Казахстане становится больше иностранных компаний. Порядка 8% крупных предприятий, которые сегодня работают в стране, зарубежные фирмы. Детали расскажет наш экономический обозреватель Ирина Панфилова. Доброе утро, Ира. Спасибо, Вера. Всем доброе утро. Чаще всего иностранные компании оказывают казахстанцам услуги по проживанию и питанию. А также это предприятия, работающие в горнодобывающем секторе. От общего числа крупных предприятий это 30%. В эфире деловые новости. Сегодня в Казахстане работают порядка 300 тысяч предприятий. За год число юридических лиц увеличилось на 9%. Между тем свой вклад в экономику нашей страны вносят 16 500 иностранных компаний. Их тоже стало больше почти на 17,5%. При этом практически все зарубежные фирмы – малые предприятия. За год их стали открывать на 18% чаще. Почти на 3,5% выросло и количество средних компаний. А вот крупные иностранные проекты, напротив, стали чаще закрываться. За год их стало меньше на 6%. Ирина, если посмотреть в разрезе регионов, где чаще всего предпочитают работать иностранцы? Вера, хороший вопрос. Мне тоже стало интересно. Вот что удалось узнать. Больше всего иностранных инвестиций в Алматы, в мегаполисе, работают почти 10% всех зарубежных компаний. Вдвое меньше таких фирм в столице Казахстана. Также в лидерах находится Костанайская область. А вот меньше всего инвесторов пока заинтересованы тем, чтобы открыть предприятия в Казалардинском или Алматинском регионах. Между тем, пока одни открывают бизнес, другие не хотят работать и учиться. Сегодня, по данным Международной организации труда, так поступает каждый пятый молодой человек. 254 тысячи из них – это казахстанцы. На сегодняшний день этот показатель превышает 7%. Уменьшить статистику хотят до конца этого года. Отмечу, всего по республике насчитывается больше 3 миллионов 800 тысяч представителей молодежи. Это 21% от общего числа населения. Казахстан будет экспортировать товары в Китай. Речь идет о поставках пищевой продукции в город Ухань. Это административный центр провинции Хубэй, в котором проживают 12 миллионов человек. Реализовывать наши товары китайская сторона будет через тематические отделы казахстанских продуктов питания и напитков. С установкой специализированных стендов в национальном стиле. Казахэкспорт намерен увеличить список заинтересованных поставщиков. Отмечу, с начала года товарооборот между странами достиг 9 миллиардов американских долларов. 2,5 миллиарда долларов выделила компания Apple для того, чтобы смягчить жилищный кризис в Калифорнии. Если говорить подробнее о том, куда пойдут деньги, то 1 миллиард Apple даст для строительства новых домов для семей с низким и средними доходами по всему штату. Еще 1 миллиард пойдет на помощь ипотечным покупателям. 300 миллионов компания затратит на то, чтобы сделать землю в Сан-Хосе, которая и так принадлежит фирме, доступной для жилья. Остальные 200 миллионов долларов будут инвестированы в поддержку новых проектов строительства и решения вопросов бездомности в регионе. Отмечу, сумма, которую выделил Apple, гораздо превышает те, что обещают направить на эти цели другие гиганты силиконовой долины. Например, Google и Facebook. Над покрытие жилищных расходов корпорации пообещали выделить по миллиарду американских долларов. Я напомню, что вмешаться в процесс, чтобы ослабить кризис технологические компании призвал губернатор Калифорнии. Сегодня в жилье там нуждаются порядка 40 миллионов жителей штата. Ну и напоследок у меня новости с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних торгов на Косе курс доллара составил 388 тенге 19 иинов. На этом у меня пока все. Вера, возвращаю эфир. Спасибо большое. Ирина Панфилова была с деловыми новостями. Ну а мы продолжаем. Субтитры подогнал «Симон»